Супра-сольник Всем самый добрый день! Сейчас готовим супра-сольник по-быстрому. Я для этого использую скороварку. Разогреваем скороварку и добавляем сюда пару столовых ложек растительного масла. Высыпаю лук и морковь. Нарезку всех овощей делаем в произвольном порядке. Как вам нравится. И обжариваем 2-3 минуты. Добавляю в кастрюлю фарш. Я использую фарш индейки. Можно добавить любое мясо кусочками, курицу или любой фарш. Я сегодня готовлю супра-сольник с фаршем. У меня так очень любит младшая дочь. Разбиваем лопаткой в небольшие кусочки. И в течение 2 минут слегка пассируем вместе с овощами. Как только фарш сформировался вот такими кусочками, разбивать на мелкие кусочки фарш не нужно. Добавляю сейчас все оставшиеся ингредиенты. Сельдерей, красный сладкий перец и чеснок. 1,5 столовые ложки рис. Я его промыла. 2 небольших соленых огурца, потертые на терке. И добавила еще сюда 2,3 стакана огуречного сока. 2 лавровых листа и помидоры в собственном соку. Или добавьте свежие помидоры. Томатный соус. Картофель. Специи добавляем по вкусу. Присезонные специи. Соль. Сахар. Чайную ложку сахара добавьте. Сахар только усилит вкус супа. И специи с ароматными пряными травами. Добавляем по вкусу. Бестрастный острый перец. И пряные травы. Добавляю сюда воду или бульон. Столько, сколько нам нужно. И включаю функцию суп на 7 минут. Суп приготовился. Я открыла крышку. Сейчас обязательно попробуйте. Может быть недостаточно будет соли. Я добавляю свежий укроп. Суп получился такой средней густоты. Насыщенный. Этот суп можно есть без хлеба. Если вы добавите немного больше воды или бульона. Суп будет иметь более такую жидкую консистенцию. Суп готов. И можете подавать его к столу. Он очень вкусный. И готовится очень просто. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.